Дорогая Церковь! Ибо все мы много согрешаем, кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Вот мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались, и управляем всем телом их. Вот и корабли, как невелики они, как не сильными ветрами носятся, небольшим рулем направляются, куда хочет кормчий. Так язык небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. И язык огонь прекрасно неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что скверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. Ибо всякое естество зверей и птиц, пресмыкающихся и морских животных, укращается и укращено естеством человеческим. А язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло. Он исполнен смертоносного яда. «Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, всему так быть. Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Не может, братья мои, смоковница приносить маслины или виноградные лоза с моквы. Также один источник не может изливать соленую и сладкую воду». Вы знаете, братья и сестры, в одной из юго-восточных стран много лет тому назад произошла очень неприятная ситуация. Однажды за официальным ужином, где присутствовали многие дипломаты, один человек, который представлял страну, мог неосторожность сказать несколько слов по отношению к стране, в которой он находился и в которой он представлял свою страну. Поскольку он был официальным человеком, и когда люди находятся за такими вот встречами, это был, наверное, официальный ужин или обед, не знаю, внимательно слушают, прислушиваются каждому слову. И каждое слово, произнесенное там, его очень взвешивает. Это слово, эта фраза вызвала резонанс в обществе, в этой стране. Этот человек лишился своей работы, дипломатической миссии, было много неприятностей. Бессловно, со временем конфликт удалось уладить дипломатическими переговорами извинений, которые были принесены официально этой стране. Но, как говорят специалисты, экономическим и политическим был нанесен большой урон отношениям этих двух стран. В какой-то степени, я думаю, братья и сестры, вот этот пример, который происходил несколько лет тому назад между двумя странами, в какой-то степени он может отражать и нашу жизнь с вами, как верующих людей. Ведь Священное Писание говорит о том, что, братья и сестры, мы не просто называемся христиане, мы не просто верующие люди, мы не просто ходим в церковь, мы являемся духовными дипломатами на этой земле. Мы представляем с вами небесного Царя, мы представляем с вами Царство Божие. И наши слова, и то, что мы говорим, то, что мы произносим в личных словах, в личных разговорах, по телефону, через телефон, другими какими-то методами, друзья, отражаются на наших отношениях с людьми, в наших семьях, в нашей церкви. И люди, которые живут в этом мире, они особо присматриваются к нам. Братья и сестры, они особо прислушиваются даже незаметно, что мы говорим, и как мы говорим, и с кем мы говорим. Актуальность темы ответственности за наши с вами слова, братья и сестры, видна из Священного Писания. Внимательно почитайте книгу притчи. Апостол Иаков посвящает практически целую главу, я ее и прочитал практически, вся глава посвящена этой теме, очень важной теме, важности наших слов и нашему языку. И апостол Иаков как бы подводит итог вот этой беседы, которую мы смотрим с вами сегодня вместе. Он подводит как бы вот такой итог и как бы задает вопрос. Он говорит, не может, братья, не может, братья мои, смоковница, приносить маслины или виноградные глаза с моквы. Также и один источник не может изливать соленую и сладкую воду. Все мы теоретически понимаем, правда, братья и сестры, то, о чем говорит Иаков. Все мы теоретически прекрасно понимаем, что сплетни, осуждения, неправдивая информация, ложь, может быть, какие-то пересуды, пустые разговоры и многое другое, которое связано с нашим языком и с нашей речью, речью, совершенно неприсущей верующим, спасенным человеком, которые представляют на этой земле небесного царя. Но как происходит в нашей реальной жизни, дорогая церковь? В реальной жизни все происходит по-другому. То, о чем Иаков писал почти две тысячи лет тому назад, оно не только потеряло свою актуальность, но и приобрело свою особую значимость в наше время. Возможно, потому что, братья и сестры, мы живем время цифровой технологии, информации, всевозможных возможностей, и когда наше слово, произнесенное, мгновенно будет растережировано в социальных сетях десятками, сотнями людей, неправда? Раньше, для того, чтобы мы услышали или могли с кем-то пообщаться, мы жили в глухой деревне с семьей, и для нас был семи большой праздник, когда получали от родственников письмо. Кто-то из родных, далеких родственников писали письмо, мы все садились вместе, мама или отец читали письмо, и мы слушали. Сегодня, братья и сестры, для того, чтобы нас услышали, несколько слов, короткие сообщения, текст-месседж становятся достоянием сотен, десятков, может быть, людей. Одна фотография с вашими друзьями или родственники на одной, в одной стороне мира становится достоянием десятков друзей ваших в социальных сетях, если вы там присутствует, неправда? Братья и сестры, мы никуда не спрячемся, мы никуда не уйдем, но я хочу сказать намного важнее, наши слова, то, что мы произносим, сегодня слушают, читают не только наши близкие, друзья, знакомые, незнакомые, но слушает, прежде всего, Бог, слушает небо. Задумываемся ли мы с вами, братья и сестры, о том, какой силой и каким влиянием могут обладать наши слова и наши разговоры, каким прекрасным даром и благословением они могут служить для нас, для наших близких, для нашей семьи, для наших детей, для нашей церкви. И какую страшную опасность они могут в себе таить. Одно слово, одна фраза, одно предложение и может разрушиться все отношения, семья. Слово сказанное, доброе слово, с любовью, оно созидает. оно соединяет, оно исцеляет. Слово, сказанное со злостью, с коварством, со злобой, оно разрушает. Поистине, как в притче написано, смерть и жизнь во власти языка. Смерть и жизнь во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его. Но, братья и сестры, наше слово не проходит просто так. Мы пожинаем, мы будем вкушать, мы будем питаться от того, что мы говорим в последствии. Тема моей проповеди, которую я хотел бы сегодня с вами говорить, я назвал так. на каком языке говорят сегодня христиане? На каком языке сегодня говорят христиане? И прежде всего, хочу обратить внимание на то, что Иаков поднимает вот эту тему о нашем языке. Сегодня много дискуссий ведется, на каком языке нужно говорить, петь, молиться, проповедовать, общаться. Давайте поговорим немножко о другом языке. И вот Иаков, он подходит к этой теме очень аккуратно, очень важно, очень честно, как апостол Христа, который жил со Христом и который слышал Христа, его речь, его язык, который учился у Христа. Он поднимает тему очень важно. Обратите внимание, первый пункт, на который я хотел бы обратить внимание, это наша полная испорченность всех людей в этом вопросе. Обратите внимание, братья и сестры, как Иаков, когда он говорит и подходит, он не пытается, знаете, кого-то обличать, он не пытается кого-то учить. Обратите внимание, он говорит так, ибо мы, все мы много согрешаем. Обратите внимание на короткое слово, все мы. Мы пытаемся иногда обратить внимание на кого-то, тот, тот человек. Братья и сестры, давайте поступим по-другому, давайте станем вместе с Иаковом в один ряд и в смирении сердца нашего признаем, я тот человек, и я способен что-то говорить, пусть самое малое, самое незначительное, самое, может быть, как он говорит, я пошутил, безобидное. Но апостол Павел говорит, мы все поражены в этом. Обратите внимание, говорит, все мы много согрешаем, кто не согрешает в чем? В слове, он обращает внимание, кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могучий обуздать и все тело. Нету на земле человека совершенного, способного обуздывать свой язык. Нету человека на земле. И Иаков говорит, братья, в начале, в первом стихе говорит, поэтому немногие делайтесь учителями. Зная, что мы подвергнемся большому осуждению, огромная ответственность, и далее он переходит, говорит, давайте поговорим. Я Иаков, раб и апостол Господа Иисуса Христа, жил, учился у Христа, но, к сожалению, не могу признать свое совершенство в этом вопросе. Я тоже согрешаю, я тоже виновен. Это очень сильное заявление и честное. Братья и сестры, признаем и свою вину. Мы тоже в этом повинны. Вторая мысль, о чем говорит Иаков, это огромный потенциал и сила наших слов. Наши слова обладают колоссальной силой, влиянием. Это не просто какой-то, знаете, звуки, не просто какая-то фраза. Обратите внимание, Иаков, во-первых, сравнивает язык с конскими удилами и рулем корабля. Он говорит, вот эти две вещи простые, схожи в том, что они очень незначительные, очень маленькие по своим размерам, но обладают колоссальными возможностями. Небольшие удила влаживают в рот лошади и не могут обуздать и использовать ее силу, этой лошади. Так говорит об этом Иаков, понятен для всех поколений, во всякое время и для каждого человека. И затем он приводит другой пример, он говорит, что небольшой руль заставляет огромный корабль послушно направляться в нужном направлении. Меняется поколение, меняются технологии, кораблестроение совершенствуется, но обратите внимание, никуда не могут обойтись без этого маленького руля, которым управляют величайший корабль. И обратите внимание, следующую фразу Иаков говорит, так и язык. Небольшой член, но много делает. Братья и сестры, язык Павел говорит, много делает. Даже трудно порой представить, правда, что такой небольшой наш орган, который помещается в нашем рту, в нашей голове, может производить страшные вещи. Поистине смерть и жизнь во власти языка. Несколько слов великих мира сего, обладающих властью политиков, могут остановить войну или вражду, или примирить, навести какой-то относительный порядок. Одно слово «суди» может оправдать человека или отправить этого человека на многие годы в тюрьму. Одно слово «суди». Слово «учителя» или несколько слов «учителя» в классе могут сформировать их мышление, мировоззрение, может направить в правильном или не в правильном направлении. Одно слово, сказанное мужу, жене, детям или соседу, может ободрить, благословить или оскорбить. Наше слово неверующему человеку может привести его к Богу, или оттолкнуть, или погубить его душу. Величайшая сила наших слов. Апостол Иаков сравнивает наш язык не только с двумя вот этими вещами, которые мы говорили, но он сравнивает еще с одним очень сильным таким, знаете, аналогией проводит, очень использует сильное слово. Он говорит, язык – это огонь. Язык – огонь. Как мы знаем ежегодно, в сезон засухи в этой стране и во всем мире происходят страшные пожары, которые уничтожают миллионы и миллионы гектаров хорошего леса, земли, уничтожают, может быть, земли, дома, люди страдают. Братья и сестры, с чего начинается пожар? С маленькой искрой, правда? И никто, может быть, не специально не хотел этого. Какая-то нечаянно говорит, я нечаянно. Брошенная спичка, еще что-то. Но во всяком случае, маленькая искра приводит к страшным последствиям. Мы были в прошлом году свидетелями, когда, казалось бы, при всей возможности этой страны тушить пожары, и авиация была подключена. Пожары в Орегоне, в Вашингтоне, в Калифорнии пылали. Люди беспомощны, бросали все в свои нажитые дома. Было что-то страшное, братья и сестры. Были нанесены государству колоссальные финансовые убытки. Но у меня возникает вопрос, братья и сестры, а кто может посчитать те убытки, которые наносит другой огонь, связанный с нашей языкой? И Иаков говорит, язык – это огонь прекраса неправды. Язык – огонь прекраса неправды в 6 стихе. В этом стихе Иаков особо показывает опасность, связанность с нашей речью, с нашим языком. Один из переводов этого стиха говорит следующее, обратите внимание. Язык – это такой огонь. Это место обитания неправедности. Не просто прекраса неправды, ну, что-то приукрасил. Это место обитания неправедности. Он оскверняет все тело и восполняет весь ход жизни. Сам воспаляется, знаете, откуда, братья и сестры? От гиены. Какая глубокая истина, обратите внимание, не просто искра какая-то, не просто Слово. Это Слово Божие Дух Святой вложил в сердце великого апостола для церкви всех поколений. И сегодня Иаков обращается, говорит, церковь, дорогая, верующие, братья и сестры, он не обращается к этому миру, где огонь пылает, где сегодня разрушаются отношения с семьей, между странами, между народами, между родителями, детьми. Он сегодня обращается к верующим, к церкви, ко мне и к вам. Мы признали, братья и сестры, Иаков говорит, все мы много согрешаем, мы виновны в этом. Обратите внимание, настолько сильно это слова. Язык – это огонь, это место обитания неправедности. Не просто только мы сказали что-то, он ускоряется, все тело участвует, вся наша сущность, наши мысли, наш разум, наши чувства, все становится вовлеченным, в этот огонь все пылает. Но источник, он говорит, восполняется от гиены. Таково ли назначение Бог дал верующему человеку язык? На каком языке сегодня разговаривают христиане? Помните, когда-то апостол Павел так прекрасно говорил о церкви, о замысле Бога, церкви, верующих людей, их назначение. В послании Ефесианам, 5 глава, 26-27 стих, он говорит о церкви, чтобы осветить ее, очистив бани и водные посредством слова, чтобы представить ее себе славною церковью, не имеющей грубых грехов. Там не написано так. Не имеющего даже пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Какая огромная ответственность возложена на каждого из нас. Братья и сестры, каждый из нас может стать этой искрой. Задумывались ли мы, что каждый из нас, по сути дела, может стать этой искрой посредством неправильного, неверного, необдуманного слова. И искриняется все тело, вся наша личность, весь наш разум. Мы ответственны, братья и сестры, за каждое сказанное нами слово. И Христос очень ясно сказал, что за каждое праздное слово, какое скажут люди, дадут они отчет, ответ в день суда. Матфея 12 глава, 36 стих. Только представить себе, за каждое праздное, праздное – это ненужное, это лишнее, это пустое слово. Вот если за эти слова будут ответ давать, братья и сестры, то как же быть тогда с теми непраздными словами оскорбления, клеветы, каких-то сплетен, непроверенных фактов, слов? Как будет Господь судить, тогда, когда выносится то, что происходит на членском собрании, в церкви, в той или иной церкви, в любой, становится достоянием предметов разговоров людей неверующих? Как это может быть, действительно, Павел? Не может из одного источника течь горькая и сладкая вода? Яков говорит, так не может, не должно происходить. Книга-притчи, в 6 главе, есть семь поступков человека, который ненавидит Господь. Так и написано. «Вот шесть, даже семь, которые ненавидит Господь». Притчи, 6 глава, 16 стих. «Вот шесть, что ненавидит Господь, даже семь, что мерзость душе его». И один из таких поступков или грехов записан в 19 стихе. «Лжесвидетель и наговаривающий ложь, и сеющий раздор между братьями». Можем себе представить Бога, который ненавидит. И написано перечисление целых семь. И один из них – это человек, который неправильно информацию сказал. Стал, оказался в роли лжесвидетеля, который посеял раздор между братьями. «Говорят, что на одном из участков, вершинах, горах Швейцарии, когда поднимаются оттуда люди для того, чтобы посмотреть на всю эту красоту, когда гид проводит эту группу людей на эту вершину по специальной тропе, есть одно строгое предупреждение, чтобы люди во время подъема на вершину не произносили ни одного слова. Громкое слово сказанное, оказывается, может вызвать настолько изменения, что может оказаться лавина сойти с гор. Представляете? Даже трудно представить. Вот колебание звука, казалось бы, от нашей речи может вызвать непоправимое и может произойти трагедия для множества людей и увлечь за собой в пропасть людей. Кто бы мог подумать, правда, братья и сестры, возникает вопрос, а не существует ли опасность сегодня, что ваше или мое слово сказанное может привести к горю, к страданиям, к боли многих людей. Ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься, говорит Христос. Но Иаков, говорит, не только предупреждает нас, не только показывает опасность нашего языка, братья и сестры, Иаков сегодня и ободряет нас с вами и обращает внимание, что Господь дал способность человеку говорить, и его язык имеет особое предназначение. Его язык имеет особое предназначение. Я бы сказал, небесное предназначение. Иаков говорит в 9 стихе, это предназначение следующее. «Им благословляем кого, братья и сестры? Бога». В этой части он говорит, «Им благословляем Бога» до второй части этого стиха. Вот для чего предназначил Господь, дал нам с вами язык. Я вчера виделся с одним братом, который несет ответственное заслужение в Украине среди людей, которые не имеют возможности говорить. лишены этого дара от рождения. И он приводил, рассказывал немножко, говорил о судьбах людей. И говорит, какое-то счастье, братья, что мы можем говорить, мы можем слышать, мы можем понимать речь. Люди сегодня идут в церковь эти, для них не хватает, во многих городах Украины не хватает людей, которые могли бы переводить, заниматься специальным переводом для этих людей, которые не слышат и которые не могут говорить. Братья и сестры, это счастье, когда верующий человек имеет язык, для чего? Им благословляем Бога. Вот предназначение вашего и моего языка, нашей речи и наших слов. Позвольте привести один пример из жизни Давида. Непростая ситуация, хочу сразу сказать. И даже не совсем понятная для нас ситуация, в которой оказался Давид в своей жизни. Его преследовал Саул. Его жизнь была в опасности. Давид боялся. Давид убегал. И обратите внимание, Писание говорит, что один из вот таких моментов, Давид спасся у одного царя, Анхуса, царя Гевского. Кто хорошо знает это Писание, эту историю, помните, да, что поведение Давида совсем было необъяснимо. Наверное, только можно понять с позиции его сохранения, чтобы остаться в живых. Потому что 1 книга Царств, 21 глава, 13 стих, говорит, что поведение Давида, он изменил лицо свое пред ним, притворился безумно в их глазах, чертил на дверях и пускал слюну по бороде своей. Казалось бы, недостойное поведение для царя, как Давида. Но, братья и сестры, обратите внимание не на этот факт. Как Давид извлек для себя вот эту ситуацию, в которой находился жизнь его. 33-й Псалом посвящен вот этому событию в жизни Давида. То, что в него было, он посвятил целый Псалом. Обратите внимание, первый стих этого Псалма. Псалом Давида, когда он притворился безумным пред Ависоломом и был изгнан от него. Второй стих. «Благословлю Господа во всякое время, хвала Ему непрестанно в устах моих». Благословлю Господа, как часто, в воскресенье, во вторник, в конце дня, во всякое время. «Хвала Ему непрестанно в устах моих», Давид говорит, «утро ли, днем, его сердце, его мысли, его разум был запомнен тем, что он благословлял, хвалил, благодарил, славил своего Господа». Четвертый стих этого Псалма. «Величайте Господа со мною и превознесем имя Его вместе». Вместе, братья и сестры, вот для чего церковь собирается вместе, вот для чего Господь дал нам язык небесный, Его предназначение благословлять Бога. Это очень важно. Какой прекрасный пример для нас с вами. «Начинаем день, благословляем Бога». День продолжается, благословляем Бога. Но здесь звонок позвонил, сестра говорит, «сестричка, тут я тебе очень интересную информацию расскажу, но мне по большому секрету сказали, хочу тебе поделиться, вот с того берега пришла, вот не терпится, никак не могу». Братья и сестры, хотите дам добрый совет? Скажите, давай паузу сделаем сейчас и скажу следующее, «Господь не дал мне этого повеления обсуждать чужие сплетни». Давай прославим Господа вместе. Братья и сестры, совет действует очень хорошо. Вам с той стороны больше никогда не позвонят на эту тему. Вы будете свободны, радостны, и день можно продолжать как? Славить Господа. И предназначение будем языка того, для чего Господь дал. Поэтому пусть Господь нас благословит, чтобы наша речь и наши слова были действительно благословены. В России не только нашим языком можем благословлять Бога, но Библия говорит, благословляйте и друг друга, и человека. Как дается прекрасное благословение книга чисел, 6 глава, 23 стих. «Скажи Аарону и сынам его, так благословляйте сынов Израилевых, говоря им, да благослови тебя Господь и да сохранит тебя, да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Так пусть призывают имя мое на сынов Израилевых». Обратите внимание, какой результат будет. «Я благословлю их». Прекрасное предназначение нашего языка, правда? Благословляем Господа во всякое время, благословляем человека. Но Иаков говорит, что-то происходит обратное в нашей жизни. В этом стихе, который мы с вами прочитали, он говорит, что в 9 стихе «Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию». Как это может быть? Благословляем Господа, пусть не проклинаем, но можем осуждать, наговаривать, еще что-то использовать, братья и сестры, неправильно. Как это может быть? Почему происходит? И он говорит, что язык укротит никто из людей не может. Это неудержимое зло. Он исполнил смертоносного яда. Следующий стих просто как бы шокирует, как мы уже прочитали. «Им благословляет Бога и Отца, им проклинаем человека, сотворенных по подобию Божию». Из тех же уст исходит благословение и проклятие. И он подводит итог. Не должно братья мои всему так быть. Как это практически в нашей жизни проходит, братья и сестры? Очень просто. Сегодня, когда мы сидим в Доме Божьем, мы поем, мы славим, мы молимся, мы благословляем Господа, но приходим домой, я к примеру говорю, или завтра наступит день, и что-то может произойти в нашей жизни. И наш язык может использован быть совершенно не по назначению. Дьявол может использовать наше вот это несовершенство, нашу греховность, нашу неготовность и может воспалиться круг жизни от маленькой искры. Да сохранит нас в этом Господь. И когда Иаков говорит, каким образом, почему, где же ответ найти, где же помощь найти в этой ситуации, может быть молчать лучше всего, или может быть не ограничить свои отношения, общения, разговоры, братья и сестры, интересно, что ответ, вот источник, почему это происходит, дает ответ нам Христос. И Он отвечает на этот вопрос, почему это происходит. Он очень близко вместе с Иаковом вот касается этой темы. Евангелие от Луки, 6 глава, 43 стих, Христос говорит такие слова, нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод, и нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый, во всякое дерево познается по плоду своему, потому что не собирают смог в стерновника и не снимают виноград с кустарника. добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое. И самая главная мысль в конце, вывод Иисус Христос говорит, ибо от избытка сердца говорят уста. причина братья сестры не в нашем окружении, причина не в наших соседях, причина не там, что кто-то что-то как-то сказал. Айков говорит, что причина того, что наш язык произносит, то, что не нужно, находится намного глубже, находится в нашем сердце. От нашего избытка, то, что мы заполнены, чем заполнены наше сердце, наши мысли, наши размышления приносят наш язык. Вот почему Священное Писание так очень строго, очень дает нам такой совет, очень важный для того, чтобы мы хранили больше всего хранимого, хранили сердце. Почему? Потому что в нем источники, из него источники жизни. Пусть Господь нас в этом благословит. Когда небесный врач прикоснется к нашему сердцу, когда Господь исцелит его, изменит его, удалит всякую грязь, всякие разговоры, все, что не нужно там в нашем сердце, это может сделать только Господь, братья и сестры, нам это не под силу, поверьте, произойдет нечто удивительное. преобразится наша речь, потому что наше сердце, наш разум будет мыслить, думать и, естественно, как результат говорить по-другому. Тогда вместе с Иовом мы можем сказать 27 главе 4 стихе «Не скажут уста мои неправды, и язык мой никогда не произнесет ложь». И тогда вместе с Давидом мы можем сказать в 118 псалме 172 стих «Язык мой возгласит слово Твое, ибо все заповеди Твои праведны». Почему вот так было в жизни Давида, братья и сестры, потому что он заботился о своем сердце, он молился, он просил, чтобы Господь сохранил, очистил, осветил, и тогда его язык был особый. Его язык прославлял Господа во всякое время. И когда придет время, братья и сестры, закончится жизнь на этой земле, и Господь в плане Своем обещал взять всю церковь, всех избранных. И когда мы предстанем пред Господом, в книге Откровений показана эта картина, где соберутся из всякого народа колено и языка, то есть люди говорят на разных языках. Господь нам даст один язык, братья и сестры, на котором будет звучать следующее, где люди будут стоять из всех племен, колен и народов, языков, стояло пред престолом, пред адцем, в белых одеждах, с пальмами, ветвями в руках своих и будем восклицать на одном языке спасение Богу нашему, сидящему на престоле и акцу. Переводчиков не будет. Будут стоять спасенные, которые Господь помилует, очистит и даст один язык, который будет славить Господа всю вечность. У нас сейчас, братья и сестры, есть возможность помолиться в тишине своего сердца, поразмышлять. Моя проповедь направлена не на кого-то, на себя. Если вы хотите, можете к своему сердцу это принять. Я хотел бы вместе с вами помолиться молитвой, которой Давид молился. Псалом 140, 3-4 стих. «Положи, Господи, охрану уста моим и огради двери уст моих. Не дай уклониться сердцу моему к словам лукавым для извинения дел греховных вместе с людьми, делающими беззаконие». Да поможет нам в этом Господь? Аминь. Помолимся, Господи. Субтитры создавал DimaTorzok